Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы будем готовить стразы. Ну, то есть, это будут такие пирожки или котлетки из картофеля с мясной начинкой. Обычно их подают со сметаной, но я возьму немножко другое. Я возьму очень интересный английский крем с бренди. И в нем действительно очень чувствуется сильно бренди, и это очень вкусно. Но со сметаной тоже будет хорошо. Кушайте с чем хотите. Итак, приступим. Я Ола. Для начала отвариваем картошку. Отвариваем ее в мундирах для того, чтобы в ней осталось как можно больше ее вот этой слизкости и вязкости. Да, ну, не очень удобно будет потом чистить, но что ж, придется потерпеть. Теперь займемся луком. Лук чистим, лук режем. Порезать лук лучше достаточно мелко. Мы его не будем выжаривать совсем сильно. Поэтому могут остаться большие кусочки непрожаренные, которые будут неприятны. То есть, вот примерно вот такая фракция, не больше. Разогреваем немножечко масла или жира. То, на чем вы привыкли готовить. Кладем лук и начинаем его жарить. Тем временем берем грибы. Можно взять любые. Проще всего и распространеннее взять шампиньоны. Нарезаем грибы. Нарезаем достаточно мелко, но, конечно, не так мелко, как лук, потому что грибы очень сильно увариваются. Вот когда много грибов, проще всего для меня в этом случае делать так. Я отрываю сначала ножки и секу ножки, а потом уже секу шляпки. Когда лук станет прозрачным, добавляем в него грибы. И продолжаем все это жарить, не забывая помешивать. Выжариваем достаточно сильно. Нам здесь лишняя влага не нужна. Нам нужен вкус жареный. И теперь солим. Солим для того, чтобы часть соли осталась в грибах и сделала их более насыщенного вкуса. Теперь жарим фарш. Фарш нужно класть на разогретую сковородку. Очищенную картошечку давим в пюре. Добавляем туда одно яичко. И хорошенько все это размешиваем. И, конечно же, не забываем добавить черный перец. По-моему, вареный картофель и черный перец это самое лучшее сочетание. Туда же добавляем пару зерен душистого. И еще немножечко соли и еще немножечко мускатного ореха, который очень хорош с картофелем. Добавляем немного муки и все это вымешиваем в однородную массу. То есть нам нужно получить такую массу, которая к влажным рукам не сильно прилипает, чтобы из нее лепить котлетки. Смешиваем наши начинки. Смешиваем жареный лук и грибы с жареным фаршем. Пробуем, если нужно, немножко подсаливаем. Хорошенько все это перемешиваем. Да, это очень вкусно. Ну, а дальше совсем просто. Лепим котлетку, лепим блинчик, лепим оладушек. То есть берем кусок нашего теста, кладем туда начинку. И заворачиваем, ну, слепливаем на манер пирожка. А после этого вот так вот просто выравниваем. Нам нужно постараться сделать это так, чтобы внутри не оставалось воздуха. Он там совершенно не нужен. Вот так просто обваливаем в руках. Чтобы все это не липло, я взял и смазал руки маслом. И теперь обваливаем это в панировочных сухарях. Что, в общем-то, тоже не обязательно, но с ними намного вкуснее. Можно сделать и побольше. Вот такую, например, котлетку. Ну, или зраз. То есть форма здесь совершенно не важна. Делайте те, которые вам нравятся. И вот это мы будем жарить на сливочном масле. Только на сливочном. Обычно для того, чтобы масло не горело, его смешивают с оливковым. Но в этом случае не нужно. Мы будем жарить это на очень медленном огне. Слегка разогреваем сковородку. И вот так вот прямо еще в недорастопленное масло кладем. Минут через 6-7 переворачиваем. То есть нам нужно добиться вот этого замечательного, красивого, румяного, румяной корочки. Кладем немножко зелени. И вот этот вот замечательный соус с бренди. Он очень интересный по вкусу. Когда-нибудь попробуйте. И наслаждаемся. Запах стоит невероятный. И это очень-очень вкусно. Обязательно приготовьте вот такие вот зразы. Порадуйте себя. Порадуйте своих близких. Ну, а я на этом сейчас попробую кусочек. Ой, слышите, как хрустит эта замечательная корочка. Этот крем, он немножко тает и растекается. Это тоже очень красиво. Да, это очень вкусно. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Готовьте с удовольствием, а кушайте с аппетитом. И боже, ну почему я так хорошо готовлю? Потому что я люблю поесть.